Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим текущую неделю. Она богата на новости, связанные с решением процентных ставок по Центробанку. Начиная с завтрашнего дня, уже у нас есть решение Резионного банка Австралии по процентной ставке в 9.30. Затем в среду решение Банка Канады по процентной ставке в 19.00. И в четверг решение ЕЦБ по процентной ставке и другим параметрам в 16.45, что даст нам хорошую волатильность. Поэтому обращаем на это внимание. Перейдем к торговому терминалу. Что касается сигнальчиков, которые вам приготовил. Британский фунт, японская иена. На H4 видно, что мы подошли к зоне сопротивления, но никак не можем ее преодолеть и даже дойти от нее. Поэтому здесь, опять же, я вижу консолидацию, что может спровоцировать сильный ложный пробой. Поэтому ордера на продажу здесь ставим, но имеем в виду, что при пробитии возможны достаточно хорошие ложные пробои. Евроканадец. Значит, оттолкнулись от линии поддержки. Если идем наверх, то оставляя вот эту линию сопротивления, несмотря на то, что она здесь сложным пробоем, вполне возможно, что она еще себя отработает. Далее, еврофунт. Долгосрочно, значит, у нас есть линия поддержки такая зеркальная, но до нее далеко, поэтому я решил посмотреть поближе. Здесь вот на М30 видно сопротивление. Продаем в этой зоне краткосрочно. Ну а зеландский доллар пробил линию сопротивления, ушел вверх, сейчас возвращается. Так что ожидаем его внизу, если подойдем к линии поддержки зеркальной, то покупаем. Доллар иена находятся в красивой треугольной консолидации. Сейчас оттолкнулась от линии поддержки, идем вверх. Если зайдем на линии сопротивления, то будет сигнал на продажу. Доллар и франк также находятся в консолидации, на одинаковом удалении от сопротивления от поддержки. Так что в любую сторону, в которую пойдем, можно либо покупать, либо продавать. Золото. Смотрите, золото возвращается, точнее, после прорыва всех сопротивлений. Если дойдем до вот этой зоны, где у нас пересекается и зеркальная линия поддержки, и обычная линия поддержки, то вот в этом перекрестии у нас будет хороший сигнал на покупку. Ну, также, если дойдем до зеркальной линии поддержки, вот этой мощной, да, там H4, H4, то тоже сформируем сигнал на покупку. Британский фунт стерлингов в отношении к швейцарскому франку также стремится к сопротивлению. Если до него доходим, здесь будет сигнал на продажу. Австралийский доллар. Да, напоследок австралийский доллар, значит, смотрим, здесь у нас линии поддержки и сопротивления я не наблюдаю особо значимых, но вижу, что после сильной нисходящей волны сейчас идет мощная тенденция вверх. Значит, я решил рассмотреть Fibonacci в таких случаях, вот, и сейчас мы стремимся вверх, и на пути ее будут встречаться две линии мощные, это 50 и 61,8 по Fibonacci. Поэтому отсюда можем продавать. Вот такие вот рекомендации. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, смотрите выпуски также по понедельникам у меня на канале. Всем желаю успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!